Ледяной приём. Жара усиливается и агенты Румпеля сообщают о том, что торговые корабли мега-корпорации начали перевозить уникальный новый товар под названием лёд. Необходимо перехватывать корабли коалиции в ходе мирового события торговые конвои коалиции, чтобы добыть лёд для Яниты. Вот такое вот мероприятие появилось. 2 июля, второй сезон, добыть лёд. Ну, давайте сделаем это задание. Так. 10 льда нужно добыть. Давайте посмотрим. 3, 2. 3, 2. 3, 2. 4, 1. 4, 2. 5, 2. 6, 1. 5, 2. 2, 3. 2, 4. 5, 1. 1. 4, 1. 6, 1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Появляются эти конвои, с которых выпадает лед, вот в Индийском океане, вот около этого побережья, около этого побережья. В общем, вот здесь, в правой части карты. Так, ну что, в принципе, у меня достаточно набрано ледяной прием. И мы теперь доставить Енити лед и обменять его на награду. Сундук из летнего тайника. Так и сделаем. Так, ну до ближайшего... До ближайшего вам поста, и там к Енити. И посмотрим, что в этом сундуке. Так, разговариваем с Енитой. Купить сундук из летнего тайника. А где? Наверное, здесь. Сундук из летнего тайника. Стоит 10... А, вот зачем нужен был лед. 10 льда этот сундучок стоит. И может выпасть из этого сундучка... Напитки и всё. Ну и пиастры, которые мне не нужны. А это что у нас? Подбор корроризитетного снижения, включающего себя из прошлого сезона. За 10 тысяч пиастр. Лифлё, на следе архива, рахмы, баллиста, длинные пушки и коронады. У меня всё это есть. Так, ну давайте возьмём сундук. Я, кстати, два могу даже купить. Так, а больше тут залёт на всё, не продаётся, только вот эти сундуки. Ну, так, а может одежда какая нет? Короче, ребятки, по-моему, фига не этот ивент. Да, ребятки, тут только лёд. Или продолжение будет. Летняя добыча. Пираты всё чаще заходят в Лепонию Эй, и нити нужно всё больше льда, чтобы удовлетворять растущий спрос. Разграбьте фортекомпании, захватите запасы льда. Так, и жаркое ограбление. Новые партии льда. Выслеживайте голландский торговый конвой, чтобы добывать лёд. Ну, давайте возьмём оба задания. Так, и вот это. И сразу же контракт выполнен. А, ну, наверное, засчитали то, что я сейчас сделал. Посетить чёрный рынок. Так, а вот количество льда, которое у меня есть, сейчас не показывается нигде. Можно снова сундук этот покупать, но... Давайте я сейчас его открою. К моему. Ерунда. Зачем мне эти напитки нужны? Так, 11 льда. Лёд, кстати, можно другим игрокам продавать. Я видел объявление, за один лёд просят, покупают по 100 тысяч. То есть это вот 10 льда, это 1 миллион. Так что сами думайте. Что делать? То есть 10 льда, миллион, и вот этот сундук из летнего тайника. Ну, давайте откроем. 199 пястров и пешу. Да, ну, по-моему, да, лучше, конечно, продавать. И что это такое? Ну, это просто как еда, которая у меня и так навала. Короче, фигня. Лёд лучше продавать. Или сундуки эти продавать. Так, что по заданию? Летнее добыча, разграбить форт Дюбу. А награда какая? А, рецепт, да. Фляжка с водой. Рецепт нового блюда. Для изготовления требуется лёд. Скорость под парусом. Пусть здесь у пациентов. Ну, не знаю, летняя добыча. Можно вообще-то и сделать. Давайте посмотрим, где это форт Дюбу. Ну, а вот. Седьмой уровень. Ну, и так я и один справлюсь. Ну, можно, можно попробовать. Нафармил я лёд, участвуя в этих событиях лёгкости, прохлада. И решил его продавать. Тем более, что в Дискорде, в торговом канале, на торговом сервере его покупают по 200 тысяч. Вот, 50 льда я сейчас продаю за 10 миллионов. Ну, нашёлся сам человек, который у меня его купил. Вот видите, добавили на мне 200 тысяч мстительной сущности. Ну, это так называемая эссенция. Одна штучка 50 серебра стоит. То есть, 200 тысяч эссенция это 10 миллионов. Вот. Вы видели, какое барахло выпадает из ящиков. Ну, как барахло? Я спрашивал в Дискорде. Оно нужно в основном для ПВП событий. То есть, там довольно-таки хорошие бафы от этих напитков, которые выпадают из этих ящиков. Ну, в ПВЕ оно не особо нужно, а для ПВП ну, некоторые преимущества даётся. Поэтому, а мне оно не нужно. Поэтому, весь лёд, который вот я с этих событий добываю, я всё через торговый сервер продаю. Вот, лёгкости прохлады, видите, здесь добывается лёд. Ну, вот я ему продал за 10 миллионов 50 льда и отправился дальше добывать этот лёд. Так, ну, вот и форт. Форт Дюбу. Попробуем. Правда, я свой корабль не успел перестроить. У меня буйки. Надо было мортиру поставить. Ладно, попробуем, не получится. перезапущу. Так, ой, сколько тут башен. Будем надеяться, что справа ещё. одна башня есть. Блин, тут со всех сторон будут лупить. Ладно, давайте по очереди. Вот эту башню тоже надо убирать. У меня буйки стоят. они носу торпеды. Вообще, короче, они не для штурма корабль. Ладно, попробуем. Че там у нас? Здесь две башни. центральный раздолопаем. Блин, у меня одно орудие только. Все остальные не для штурма. Так. стык. Стенатик. Сейчас потихоньку раздолбаем. раздолбаем. Ну, еще один зал. потихоньку. че у нас еще одна башня осталась. Так, а вот это что? надо долбать? еще и стена, блин. Там еще стена. Там еще и башня. справлюсь. Так, башни нет. Так, все, корабли теперь. кораблей нет. Процесс странно, почему кораблей-то нет. Сейчас второй сундук откроется. Мне по седьмому уровню поэтому несложно. Так, корабли пошли, да? Вон там справа. давайте буйки до торпеды у меня. Упо, а эти тоже скульсом есть нифига. А че, так, вы тоже что ли присоединились. Справа корабли тут уже оказывается топить надо. Давайте. Давайте. Раз покопим. засада приватировать покопите врага пять кораблей. Нет. Ух, там сколько. Давайте. Блин, плохо, что там по-моему башня отраспал. Запуляем. под��eps спасен схема и отраспал- уже . упомя rone стреляет но он тоже торпеда ой переместиться что-то жестко пошло да блин а чё так жестко то у меня еще и откат вот маленький сдохнешь ты нет блин на тебя бортиком на ремонт еще и откат торпеда до область контракт выполнен пляжка с ногой получил все что так разграбление то закончилось нет бить и врагов одна стена у меня воздействие разграбление по-моему не закончил там еще стена но контракт выполнен можешь я закончу три сундука еще два сундука приближается флот ну короче контракт выполнен но разграбление я все-таки закончу разграбление еще не закончу разграбление два стола разграбление один разграбление и там он башни последний последний корабль справился ограбление будет закончен так и мне наверное надо киев единике возвращаться забираем все ну всякая барахло так что по заданию пылу погонит прочтите письмо от емите она у меня где в трюме да вот он так как его прочесть не знаю длинная пушка не нужна так все на базу уходим учите письмо и не она наверное в кодексе я не знаю куда она попала но наверно попала куда-то сюда как прочесть письмо я фиг его знаю она у меня в трюме лежит выбросить за борт и отмену а нет это не то это дневник какой-то приватер а где письмо я не то фиг его знаю ладно разберемся письмо ениты оказывается пришло по почте а я в трюме искал енита нара так ну это мне сундук а вот нас одурачили сведения о ледяной грозе оказались ложными пока вышли по ложному следу один предатель воспользовался этой возможностью чтобы украсть наш лед нашу будущую прибыль долго прятаться крысе не удастся мои птички уже сели ей на хвост как только что-то узнаю сразу вам сообщу так это я там сундук получил за тридцатый уровень так ну все кинете надо сходить огненная бомбарда ты хорошо надо сходить кинете и посмотреть будет ли продолжение а нету продолжение этот квест жарко ограбление ну который я делал уже он автоматически выполняется он примерно через час где-то появляется его берешь и он автоматически выполняется вот видите раз контракт выполнен ничего не делал и вот эти пробки кстати тоже не знаю где их смотреть куда они попадают все у нее продолжение нет я думал где-то на черном рынке что-то за эти пробки можно купить ну нет ничего подобного здесь вот только эти сундуки продаются за лед но я лед уже продавал по 200 тысяч за штуку вот в конце видео в конце видео я покажу этот момент я его записал может быть эти пробки где-то вот в магазине я не знаю а вон они 2600 пробок ну-ка-ну-ка-ну-ка так тут пока за золото за золото ну за реальную а вот где пробки нужны корабль середина лета за 2000 пробок вот такую вот раскрасочку слушайте ну можно потому что пробки куда тратить тропикана а вон что можно одежду вот такую да но это для женщин для индигу не знаю индигу понравится нет фейерверк середина лета вот это можно так ну не знаю но костюм не знаю что что выбрать или корабль и костюм так а это у нас что здесь вот шуту но здесь только все за золото слушайте ну пробки надо тратить потому что была регата я не потратил дракончики и видите в магазине теперь их нет так это абонемент контрабандиста какая-то валюта нет нету сушки но я не знаю на что мне подки потратить или вот такой знак взять фейерверк середины лет корабль нет ждите то нету вот за пробки корабль мы не знаю может корабль и костюм 900 а хотя я же эти квесты выполняю каждый день мне на то и на ту хватит мне хватит и на то и на то так давайте пока наверное костюм так ну как я поворачивать тебе можно давайте возьмем костюм останьте 1700 взял так корабль ну я не знаю поэтому днем а это ночью 1700 еще надо 300 пробок и давайте корабль возьмем так это мне нужно еще у него вот и у нее вот этот вот квест выполнить жарко ограбление и на кораблем не хватит ну в общем вот так вот вот такое сейчас идет событие зарабатывайте пробки и покупайте раскраску персонажа и корабль кстати давайте пойдемте сразу переоденемся посмотрим как раскраска нам не будет выглядеть фестиваль середина лета так он сразу должен в комплекте быть в комплектах я его сразу выберу набору фестиваль середина лета вот он какой какой разрисованный ну давайте возьмем некоторое время походим в таком наборе ну вот очки не знаю очки можно убрать раскраска или раскраска оставит ну давайте пусть я очки вот так походим походим пока так ну вот теперь вот так надо индигу сказать если ей понравится она себе костюмчик купит в общем вот такой вот набор вот такое событие в игре череп и кость в общем вот так как было